В сегодняшнем видео рассмотрим такое очень популярное приложение, которое называется PixArt. Скачать его можно как в App Store, так и в Google Play. У меня он уже скачен, я его просто открываю. Встречает нас первая страничка. На первой страничке нам предлагаются готовые шаблончики. Если под фотографией написано «Попробовать», можно нажать на эту вкладку. И тут, как видите, фотография до и фотография после. Просто вы по шагам проходите весь процесс и получаете похожую фотографию. Для того, чтобы начать редактировать, нужно нажать на вкладочку «Плюсик». Итак, нажимаем на «Плюс», попадаем на следующую страницу. Первая вкладка – это все фото с нашего телефона. Дальше – все видео. Возле видео стоит коронка, это означает, что эта функция платная. «Replace» – это наподобие тех шаблонов, которые были на первой страничке. Мы здесь можем выбрать какой-нибудь эффект и попробовать применить к своей фотографии. Далее можно делать коллажи. Шаблоны. Здесь есть шаблоны, вот наподобие, как в конве. Можно выбрать шаблон и подставить свои фотографии. Фоны – это фоны. Камера – это, я так понимаю, снять в режиме реального времени. Рисунки. Бесплатные фото – это фото, которое предлагает само приложение нам использовать. И фоны. Фоны можно выбирать цветные или прозрачные. Но давайте мы начнем с редактирования фотографии. Для этого нам нужно либо выбрать фотографию в своей галерее, для этого нажимаем «Все фото» и здесь выбираем. Либо же само приложение PixArt нам предлагает бесплатные фото. Вот давайте воспользуемся этой функцией. Вот мы выбрали фото. Внизу у нас большая панель инструментов. Первая вкладка «Голд». Здесь нам предлагается сразу же купить платную версию. Вторая вкладка «Инструменты». И вот здесь еще большое количество инструментов. И давайте их по порядку разберем. «Обрезать». Это, как в большинстве фоторедакторов, нам просто предлагается выбрать холст, который мы хотим делать. Если вот для Инстаграма, то можно выбрать квадрат. Или любую другую соцсеть, либо оставить так, как есть. Ну вот я выбрала 3 к 4. Соглашаемся. Следующий инструмент «Вырезать». Здесь есть у нас инструменты для вырезания человека. Если мы выберем «Человек», программа сама определит контуры человека. Но данная фотография как раз очень удачная, потому что человек на контрастном фоне. И если мы посмотрим, то вырезала достаточно хорошо. Если нам нужно подправить что-то, мы выбираем «Стереть». Расширяем нашу фотографию и убираем то, что не нужно. Но я не буду останавливаться на этом моменте, потому что у меня на канале есть подробное видео о том, как вырезать объекты. Я прикреплю ссылочку на него. И в этом же инструменте у нас есть инструмент «Лассо». В этом случае мы самостоятельно обводим контур, который хотим, чтобы выделила программа. И смотрим, что она нам вырезала. И подправить кистью. Кистью мы выделяем то, что мы хотим добавить. А резинкой вытираем то, что нам нужно убрать. Вот таким образом. Следующий инструмент «По форме». Это довольно простой инструмент. Просто мы можем вырезать из своей фотографии какую-то форму. Овал, даже сердечко. Вот, например, мы выбрали кружок. И смотрим, что фотография вырезалась в кружок. И кроме того, у нас есть ползунок, который регулирует обводку. И мы можем выбрать цвет этой обводки. Следующий инструмент «Дисперсия». Пользоваться им можно так. Сначала мы выбираем размер этого эффекта. Обводим ту сторону, которую мы хотим, чтобы применился эффект. И смотрим. Вот таким образом. Можно регулировать размер этих кусочков. Направление. Можем выбрать направление, куда они будут лететь, эти кусочки. Резкость. Ну, это просто, можно сказать, прозрачность. И режим смешивания. Здесь просто выбирая эти режимы, видим, что эффект меняется. Эффект на фотографии меняется. Вот такой эффект здесь есть. Чтобы вернуться обратно, мы нажимаем стрелочку «Назад». Удалить этот эффект. Следующий эффект «Клон». Данный эффект похож на инструмент «Штамп» в фотошопе. Что он делает? Например, мы выставляем клон в какой-то области, а пальцем начинаем вводить по фотографии. Как видите, программа берет цвет оттуда, где стоит кружочек, а там, где мы вводим пальцем, она закрашивает. При помощи этого инструмента можно удалять ненужные объекты на фотографии. «Стереть» — это значит вернуть фотографию обратно. Следующий инструмент «Удалить с коронкой». Он платный, мы его пропустим. И идем в инструмент «Пластика». Вот здесь интересно. Нажимаем на «Пластика». Здесь можно выбрать размер кисточки для искажения, ее мощность. И смотрите, что он делает. Вот такой инструмент «Пластика». «Вихрь» — мы просто выбираем направление. Тут по часовой стрелке или по радиочасовой стрелке. Ставим палец на фотографию, и она у нас закручивается, как видите. «Сжатие» — она будет сжимать фотографию. «Вздутие» — наоборот, будет увеличивать фотографию. «Вернуть» — это просто кисточка, которая все возвращает нам обратно. Вернем все обратно, как было. Вот такой интересный инструмент. Удаляем. Следующий инструмент «Движение» — тоже очень интересный инструмент. Вот у нас есть «Авто». Она выделит человека. И здесь, если мы возьмем вот так вот пальцем, как видите, она как будто бы размножает это изображение. И есть настройки. «Интенсивность» — это насколько часто будут у нас эти картинки повторяться. И «Непрозрачность» тоже. Либо они будут более прозрачными, либо менее прозрачными. Если мы выберем форму, тогда нам нужно будет самостоятельно обвести. И если мы выберем не линейно, а свободно, и проведем пальцем, то видите, произвольным образом у нас получаются картинки эти размножаются. И также есть «Интенсивность» и «Прозрачность». Вот такие еще есть интересные эффекты. Следующий инструмент — «Выбрать». Очень интересный инструмент. Здесь нам предлагается выбрать либо прямоугольную, либо овальную область, либо лассо обвести произвольным образом. Давайте возьмем прямоугольник и посмотрим, что это нам дает. Вот мы выделили прямоугольник. Вверху у нас появилась новая панель инструментов. Давайте выберем «Копировать» и «Вставить». И вот что мы получили. Мы получили копию кусочка картинки. Можем регулировать ее прозрачность и можем делать эффекты на нее накладывать. Вот такой интересный инструмент. И попробуем, например, не прямоугольник, а лассо. Выбираем лассо с плюсиком. Обводим произвольным образом. Кисть и «Стереть» работают таким образом, что кистью мы выделяем ту область, которая нам нужна, а «Стереть» мы вытираем область, которая нам не нужна. Что еще здесь можно сделать? Давайте теперь нажмем на «Эффекты». Мы попадаем у нас внизу большой выбор эффектов. Вот, например, я выбрала «Магию» и возьмем какой-нибудь эффект. Вот он применился. Нажимаем галочку. И что мы видим? Что выделенный кусочек картинки у нас теперь с эффектом. Давайте еще посмотрим, что здесь можно сделать. Например, у нас выделен объект. Если мы нажмем «Вырезать», у нас получится дырка в картинке. А если мы выберем «Обрезать», то получится наоборот, что мы обрезали фон, а выделили саму картинку. И что еще здесь мы можем сделать? «Инверсия» нам делает наоборот. После того, как мы применили инверсию, можем наложить какой-то эффект. Например, вот такой. И что мы получили? Получили картинку, а вокруг нее другой эффект. Следующий инструмент – это «Кривые». Этот инструмент относится к цветокоррекции фотографии. Если мы будем двигать нашу кривую, мы видим, что цвет фотографии меняется. Если мы нажмем на этот кружочек, у нас будет три цвета – красный, зеленый, синий, каждый из которых по отдельности мы можем регулировать. Красный цвет, он либо добавляет красные тона в фотографию, либо наоборот их убирает. И тоже относится к другим цветам – к зеленому. Зеленый – это «Кривая» нам либо добавляет зеленые тона, либо убавляет. И то же самое с синим цветом. Следующий инструмент – «Настройки». Но здесь, как в большинстве фоторедакторов, мы можем регулировать яркость, контраст, резкость, насыщенность, тон, освещение, тени и температура. Следующая вкладка – «Улучшить». Здесь программа автоматически делает какие-то свои улучшения, но, как видите, не совсем то, что нам хотелось бы. Есть и сползунок, которым можно регулировать это улучшение. Можно вообще его убрать в ноль. Эта функция не всегда удачно срабатывает. Насыщенность. Здесь тоже либо увеличиваем насыщенность, либо уменьшаем. Такой автоматический инструмент. Следующий инструмент – «Блюр». «Блюр» у нас здесь есть двух видов – линейный и круговой. Линейный блюр. У нас есть по бокам стрелочки, которыми мы можем регулировать края этого блюра. И область самого блюра мы можем раздвигать пальцами. Интенсивность блюра регулируем ползунком. Сильнее заблюривает или слабее. Инверсия делает наоборот. То есть мы заблюриваем середину фотографии, а края остаются четкими. И круговой блюр тоже самое. Стрелочками регулируем края этого блюра. Пальцами можем раздвигать в саму область. То есть то, что в кружке будет четким, то, что за кружком будет размытым. И также здесь интенсивность блюра, либо инверсия. Следующий инструмент перспектива. Он бывает очень полезен, если у нас на фотографии завален горизонт. Вот смотрите, мы двигаем эту шкалу. Что происходит с фотографией? Она либо по горизонтали мы ее регулируем, либо по вертикали. Вот таким образом. Следующий инструмент размер. Здесь мы можем вручную задать размер в пикселях нашей фотографии. и бывает иногда очень удобно. И последний инструмент у нас остался. Это поворот. Здесь все стандартно. Есть отразить по горизонтали, либо отразить по вертикали. Таким образом, друзья, мы рассмотрели все инструменты во вкладке инструменты. Я, наверное, не буду затягивать видео и разбор остальных всех инструментов перенесу в следующее видео. Если вам было полезно мое видео, буду рада вашим лайкам и комментариям. И также приглашаю подписаться на мой канал. До встречи в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok